В 1934 году советский физик Павел Алексеевич Черенков проводил рутинные и скучные эксперименты с радиоактивными материалами. И так получилось, что наполненная водой из колодца бутылка оказалась под воздействием очень мощного потока альфа- и бета-излучения. Это заряженные частицы, ядра гелия и, соответственно, очень быстро движущиеся электроны. Павел Алексеевич сидел и какой-то стандартный отчет и вдруг почувствовал, что в лаборатории что-то изменилось. Черенков развернулся в кресле и изумленно замер, его замешательство было объяснимо, бутылка с ключевой водой вдруг начала светиться голубоватым светом. Это явление впоследствии и было названо «эффект Черенкова». За это открытие ученый получил Нобелевскую премию по физике в 1958 году. Чтобы понять, с чем связано это интересное явление, вспомним, что такое звуковой барьер. Это когда объект движется быстрее звука в определенной среде, например, в воздухе. Говорят, что он преодолел звуковой барьер. В этот момент раздается громкий хлопок, называемый звуковым ударом. Он возникает так. Когда объект движется по воздуху, он как бы толкает воздух перед собой, и этот воздух заполняет пространство, которое объект оставляет позади. Давление непосредственно перед объектом немного увеличивается, а позади немного уменьшается. Таким образом создается небольшая волна давления. Если пронаблюдать за молекулой воздуха в этот интервал времени, когда наш объект пролетел мимо, то увидели бы, что она совершила своего рода возвратно-поступательное движение, то есть сместилась, а затем возвратилась примерно в исходное положение. И чем быстрее будет двигаться объект, тем быстрее будет двигаться молекула. Но когда объект движется быстрее звука, все становится сложнее. В этот момент небольшие пики давления, возникающие при продвижении объекта, не успевают от него уйти до возникновения следующего пика. Они как бы накапливаются, образуя некую интерференционную конструкцию, порожденную сверхпиком давления. Именно так рождается ударная волна, возникающая при переходе через звуковой барьер. А вот теперь слово «звук» заменим на слово «свет» и что произойдет, если вы будете двигаться быстрее скорости света в определенной среде. Эти мини-световые волны, которые мы будем создавать, тоже не успеют уйти от нас и тоже создадут какой-то интерференционный эффект. В данном случае появится не ударная волна, а электромагнитная. Вот это и есть знаменитое черенковское излучение. Кто-то спросит, как это так двигаться быстрее скорости света, это же невозможно. Дело в том, что свет распространяется в разных средах с разной скоростью, невозможно превысить скорость света лишь в вакууме, то есть 300 тысяч километров в секунду. В воде, например, свет движется со скоростью 225 тысяч километров в секунду. Поэтому, например, никакой даже самый продвинутый электрон не может двигаться быстрее света в вакууме. Однако вполне может обгонять фотоны в воде. Таким образом, электрон, движущийся в воде со скоростью 250 тысяч километров в секунду, может производить столь же странное явление, как звуковой удар, но связанный со светом. В этом случае процесс выглядит следующим образом. Когда электрон или любая другая заряженная частица проходит через какую-то изолирующую среду, он изменяет электрическое поле вокруг себя. При прохождении электрона самые ближайшие электроны, близлежащих атомов, отталкиваются от него. Но когда он проходит мимо, электроны возвращаются в исходное положение, поскольку атом, в состав которого они входят, никуда не девается. Когда электрон проходит, в окружающих электронах возникает возвратно-поступательное движение. Нечто подобное происходит, если это положительно заряженная альфа-частица. Но только наоборот, электроны смещаются в другую сторону. И вот любая ускоряющаяся заряженная частица испускает электромагнитное излучение, то есть движение электронов вперед и назад по мере прохождения заряженной частицы порождает серию электромагнитных волн. Это похоже на звуковые волны, возникающие, когда тело движется в воздухе. И точно так же, как и в случае со звуком, электромагнитные мини-волны интерферируют друг с другом. И что мы имеем в итоге? Вода начинает излучать электромагнитную волну, которую можно обнаружить снаружи, эквивалентную звуковому удару. И уточнение. Во-первых, это явление возникает только при движении заряженных частиц через изолирующую среду. В проводниках внешние электроны атомов свободно перемещаются по всему телу, поэтому в них описанные выше скачкообразные движения электронов происходить не могут. Во-вторых, двигаться быстрее света в воде можно, но сделать это не очень просто, поскольку заряженные частицы должны иметь очень большие скорости. Так что бесполезно пытаться пропускать электрический ток через бутылку с водой, ничего не получится. Ну и наконец, черенковское излучение – это не просто свет, это электромагнитное излучение разных частот. В основном это ультрафиолетовая часть спектра, и на самом деле большая его часть не видна человеческому глазу. И вот лишь когда оно имеет очень высокую интенсивность, мы видим самую низкую частоту его спектра. Поэтому черенковское излучение имеет таинственный голубоватый цвет. Бассейны ядерных реакторов светятся именно вот таким цветом. Так как же можно применить эффект Черенкова? Его можно редко наблюдать в быту, однако он имеет множество применений. Используется, например, это черенковское излучение для оценки скорости деления ядер в реакторах. Поскольку чем больше число делящихся ядер в секунду, тем больше количество испускаемых частиц и больше интенсивность черенковского излучения. То есть в идеале эту интенсивность можно откалибровать, нанести на шкалу и получать определенные значения. Используют интересный эффект и при астрофизических наблюдениях, когда в атмосферу попадает, например, гамма-излучение из космоса. Тогда появляются настоящие каскады высокоэнергетических нестабильных частиц. Многие из этих частиц заряжены и движутся очень быстро, почти что со скоростью света в вакууме. Настолько быстро, что производит черенковское излучение. Следовательно, можно проанализировать характеристики этого излучения, чтобы вычислить физические законы протекания данного процесса. Итак, мы рассмотрели одно из фундаментальных явлений, которое показывает, что можно обгонять как скорость звука, так и скорость света в разных средах. Это явление может служить не только эффектом, следствием извлечения колоссального количества энергии, но и, как утверждают некоторые исследователи, и сам эффект обгона скорости света также может быть способом извлечения энергии из физического вакуума, или другими словами, из эфира, энергии нулевой точки и т.д. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова